Владимир Познер наконец нарушил обет молчания и заговорил. Во время конференции онлайн-университета Юбиквити Юниверсити журналиста прорвало, и он обрушился с критикой на российских коллег. Мне стыдно за то, что они делают. За ложь, которая представляется как правда за пропаганду. В худшем смысле этого слова я атеист. Но если есть ад, то многие представители моей профессии попадут туда своим враньем. Они обостряют отношения между странами и создают угрозу ядерной войны. Ой, что тут началось? Ну слава богу, сам Великий Познер уже не в состоянии отмалчиваться. Не вынесла душа поэта, так сказать. Позвольте вмешать. А мне кажется, тут все гораздо банальнее. Просто ветер поменялся, стало очевидным, что в противостоянии России и Запада преимущество явно не на стороне России. Вот и полезли все эти ждуны и молчуны из щелей, уверен. Следом за Познером будут и другие. Я, вы знаете, так за футбол болею. Хотя вообще не болельщик ни разу. Но если приходится с друзьями, например, который по этому делу фанатеет в спортбаре оказался. Так вот я болею по принципу. Смотрю, какой команды больше шансов. И за них господин Познер, по всей видимости, решил сыграть в такую же игру. Ну, чтобы потом можно было сказать, я всегда был на правильной стороне. А вот и пруфы, что поделаешь. Прикорытники они такие. Вся путинская вертикаль, вся на 100% состоит из приспособленцев. Там нет идейных. Представляете, кошмар. Ага. Но самая печальная выхода из создавшейся ситуации тоже нет. В первую очередь для Владимира Путина. Мы-то как-нибудь выкарабкаемся. Царь сам создал этого монстра. А теперь не знает, что с ним делать. Ну вот кто у нас на ответственных должностях находится? Лизоблюды, пустомели, бездарности. Люди, которые максимум на что способны. Так это сидеть в туалете и кричать занято. Впрочем, об этом чуть дальше. Реальная журналистика о бедном гусаре. Замолвите слово. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и пробежимся, пожалуй, по конкретным персонажам. Представляю вам Сережу Миронова. Депутат Госдумы. Как будто бы лидер партии «Справедливая Россия». Хотя вот я даже не знаю, как этого человека охарактеризовать. Остеризовать-то политик. Так он не политик. Хоть сколько-нибудь заметная личность. Так там слово «личность» явно лишнее, как и слово «заметное» впрочем. Иметь удостоверение личности не значит быть личностью. Сережа скорее этакий аналог сказочного дуримара, которого достают перед выборами из пыльного сундука на пять минут посмеяться. Этим, собственно, товарищ и знаменит. Ну вот. Мы уходим, наконец-то, реально от этой злосчастной, противной баллонской системы. И если, наконец, мы забываем это убожество под названием «Бакалавриат», и у нас теперь будут нормальные специалисты, следующим шагом, и мы будем на этом настаивать, нужно очередное убожество в лице единого государственного экзамена, раз он всегда забыть. Потому что это нам навязали для того, чтобы были дураками. Вот я говорю по-простому. Сам дурак! Да ладно, серьезно, Сережа, а можно поинтересоваться, как именно нам это все навязали? Не хочешь поделиться данной информацией с избирателями? А я вот могу кое-что вспомнить. Дело в том, что Сережа Миронов в российской политике присутствует еще с допутинских времен. С 1994 по 2001 мужчина надрывался депутатом в Законодательном собрании Петербурга. Затем перешел на работу в Совет Федерации, где уже через полгода занял должность председателя, то есть, по сути, третьим человеком в России стал. Сенатором пробыл до 2007-го, а потом переехал в Госдуму, в которой упахивается по сей день. Ой, так это же при Сереже во власти друг Путина, Фурсенко, провел пресловутую реформу образования, когда как раз и болонская система была принята на вооружение и ЕГЭ. Но Сережа тогда даже не пикнул, тогда его все устраивало. А сейчас что случилось? Чууу! Да мы крайних и ищем! А нам навязали все эти болонские штучки, и очень хорошо, что мы начали четкий уход оттуда. Это тебе какая-то ж... в шлеме сказал! Еще один пассажир из той же когорты, губернатор Хабаровского края, простите, Дегтерев. Чувак, которого все без исключения воспринимают как карикатуру, а он и есть карикатура, Петрушка, блин! С первого дня появления в публичном пространстве этот парень демонстрировал, что является лицом русской народной поговорки ни ума, ни фантазии. Это реально про Дегтерева. Причем, ну сидел бы под шконкой, не отсвечивал. Так ведь нет, человек постоянно пытается залезть в телевизор, все больше и больше доказывая окружающим, что глупость – понятие всеобъемлющее и бесконечное. Если для того, чтобы хабаровщанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? Коллеги журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске? Какие бани мне порекомендуйте? Я только что подписал постановление о выделении 3,5 миллионов рублей. Знаете кому? Зову саду имени Сысоева. А знаете почему? Потому что там животное на грани истощения. Если бы я эту бумагу сегодня не подписал, деньги бы туда не ушли, звери бы погибли. Поэтому каждое решение вот из этой папки от него зависит жизни не только людей, но даже зверей. Никего не понимаю. Продолжаем. Знакомьтесь, Ольга Ускова, предприниматель. Занимается кибернетикой, возглавляет крупную компанию, которая в данный момент работает над созданием и внедрением искусственного интеллекта в России. В то время ею восхитился сам царь, поэтому и доверили человеку столь ответственное и важное направление в нынешних реалиях отрасли будущего практически. А теперь послушайте просто. Фрагмент интервью, которое на Медне показали в эфире главного телеканала страны. Сейчас большому количеству людей вставили ментальный такой чип, они смотрят этот сериал, они не могут отличиться на другие. Мозг, нейронные системы так не работают. Есть... А какой чип нашим людям сейчас вставили всем? Ну, они всем разные. Есть основная история. Гражданская война – это очень серьезный чип. То, что происходит, это гражданская война. Если говорить про ситуацию вот сейчас, которую мы уже достаточно громко называем Третьей мировой, то ключевое оружие – это оружие, это далеко не ядерное оружие, это социальные бомбы. Вот сейчас остановитесь на секундочку и попытайтесь переварить то, что только что услышали, а я помогу еще раз. Человек занимается высокими технологиями, серьезными научными разработками, искусственный интеллект, блин, создает, при этом лопочет какую-то дичь. Чип же, влять, людям собираются и кому-то даже вживили уже, социальные бомбы готовят. Да что ты, черт побери, такое несешь? А теперь представьте, ватник сидит по другую сторону экрана и слушает эту ахинею. Да у людей же уже в башке, не пойми, что безо всяких чипов людей в идиотов превращают в буквальном смысле, прикрываясь какими-то красивыми вывесками. Знаете, мне почему-то кажется, что ни черта вот эта баба не создат. Никакого искусственного интеллекта не будет, вот помяните мое слово. Попилят бабки и разбегутся, но мы же это проходили уже. Рост технологии, Сколково, Рост нано. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Нет. А вот эту специально на десерт оставил, потому что данную девчулю я даже сильнее, чем Голикова люблю. Более некомпетентного, более бестолкового, более бездарного руководителя наша страна еще не знала, да. Я сейчас говорю о главе Лиги безопасного интернета Кате Мизулиной. Конечно, и ЦИПСУ Украины, и представители Великобритании, и ряда других стран очень активно подогревают эту тему. Но если говорить об украинской ситуации, то мы видим, что такие же драки, конфликты происходят и на территории Украины, и на территории Беларуси. Чего? Если я чешу в запилке, не беда. В голове моей обилки да-да-да. Про Мизулину можно говорить вечно. Глупостей там с лихвой хватит на всех сегодняшних героев. Тем не менее, приведу только один из примеров. Он наиболее показателен, потому что... Дело было относительно недавно. В феврале, в один из дней, в информагентствах, в тысячный раз начали болтать о скором закрытии Ютьюба. Теперь обоном Екатерина Михайловна брякнула у себя в Телеграме. Новость очень быстро распространилась по каналам, по соцсетям. То-се до депутатов Госдумы дошло, которые даже возмутились. Мол, кто вам эту чушь поведал? Журналисты, понятно, сослались на первоисточник. Не знаю, какой втык девице дали, но дальше... Дальше было еще смешнее. Она же там же в Телеге через некоторое время выложила новый пост, в котором написала «Это был фейк». Но вины своей не признала, а сослалась на некий фейковый аккаунт, который, оказывается, время от времени действительно дурачит людей от имени Кати. Чего? Нет, ребят, соглашусь, история с фейковым аккаунтом действительно могла бы иметь место. Тут ничего удивительного, если бы не одно маленькое «но». Напомню. Мы с вами сейчас говорим о главе Лиге безопасного интернета России «Работа Мизулина». Это борьба с фейками. Борьба с фейковыми аккаунтами «Мадам за это зарплату получает». Ну и простите. О каком безопасном интернете можно говорить, если главное по тарелочкам себя безопасить не может себя, блин? Кстати, тот фейковый аккаунт существует до сих пор. Можете зайти в Телеграм полюбопытствовать. Никто с ним ничего не может сделать. Браво профессионалам. Браво! И в путинской вертикали все такие. Там одни сплошные Мизулины, Мироновы, Дегтяревы. До какого-то момента присутствие пустышек на ключевых постах и не столь ощущалось всеми нами и Путиным, кстати, в том числе. Ну, потому что кое-где все-таки оставались профессионалы. Там с советских времен, даже и с 90-х годов сохранялось некоторое равновесие, так сказать, но потом оно нарушилось. Кто-то ушел на пенсию, кого-то подсидели бездарности, как раковая опухоль, заполонили своими тушками все вокруг. Ну, вот как у нас сегодня формируется вертикаль, где угодно. Назначили начальником чью-то дочку, а она тут же посадила замом подружку, помощником ухажера или одноклассника, советником маму, ведущим специалистом, тетю. Все эти люди нифига не разбираются в том, чем должны заниматься, но это никого не волнует. Они же начальники. Главное, что надежные ребята с точки зрения политики партии и лижут. Как надо. Не нефть и газ наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить. Впрочем, ничего нового. И вот сейчас мы подошли к главному, как раз к тому, с чего начинали. Изменить он его уже не получится. Хотя Владимир Владимирович пытался, по-моему, помните, в 2020-м он отправил в отставку правительство Медведева в полном составе. Мы тогда еще в легком шоке пребывали. Подозреваю, оно как раз было попыткой что-то изменить, исправить, вот только не сработало. Почему? Да потому, что наверху-то кровати с места на место переставили, а гниль внизу осталась. Насколько все прогнило, ну вот спецоперация нам наглядно это продемонстрировала. Однако, продолжить предлагаю уже в следующем выпуске время. Это была реальная журналистика, пока вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.